Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает мужчина, зовут его Евгений. Вопрос про нереализованность, тревожность, зависть, чувство собственной неполноценности, поиск себя, и мне удовлетворенность собой и своей жизнью. Значит, то, что вы описываете Евгений в своём тексте, я не буду его перечитывать, он достаточно объёмный и, в принципе, вы не задаёте вопроса, поэтому я не буду с вашего позволения его именно засчитывать. То, что вы описываете, действительно может быть похоже на депрессию. Но, чтобы увидеть депрессию вас или нет, необходимо, как мне кажется, как минимум вам обратиться к врачу, чтобы вам опровергли или поставили диагноз, что у вас есть депрессия. Потому что сейчас вы говорите, что у вас вроде бы депрессия, но в то же время диагноза у вас нет, к врачу вы не обращались и так далее. Что здесь у вас происходит глобально? Глобально, мне кажется, у вас происходит пока вот крайне неприятная ситуация, когда чересчур много вы как бы ожидаете от себя, вот, то есть чересчур вы требовательны к себе, чересчур многого от себя хотите, вот, чересчур многого от себя, как бы, ну, ждёте, вот, но при этом, как бы, реальные ваши возможности, да, от этого не возрастают. И вы много сил и времени тратите на то, чтобы вот соответствовать своим ожиданиям, вот. А они как бы, ну, не оправдываются. Это первое. Второе. Мне показалось, исходя из вашего сообщения, что вы вынимаете такую, знаете, позицию жертвы, вот. То есть то вас девушки бросают, то вас девушки топят в учебных заведениях, в учебных учреждениях, вот, и поэтому вы не учитесь. Ну, не учитесь там. И так далее, да, как бы. То есть это позиция жертвы, где вы как будто бы не можете сами сказать себе, чего, условно говоря, я хочу, что мне, условно говоря, нужно и так далее, да, вот. Мне кажется, что то, что вы любите, вот, как вы говорите, легкую работу и легкий заработок, это связано именно с тем, что когда заработок легкий, и вы не чувствуете, что вкладываете свои силы, вас не могут оценить. И вы, наверное, не можете оценить себя же, вот. А когда получается такая история, такая ситуация, что вы можете себя оценить, и когда получается такая история, что вы начинаете себя оценивать, то оцениваете вы себя, как правило, далеко не в лучшую сторону, от этого вам больно. И как будто бы своими силами вы пытаетесь избежать, вот, избежать, вот, ну, как бы, оценки, вот. То есть, лишь бы только вот, чтобы, ну, меня не оценили, лишь бы только я себя не оценил. Вот, а дальше вы говорите о том, что, как бы, ну, вот у вас несколько, получается, паспортов, да, вы не знаете, где вам хочется жить, вы объедете все места. Вот, тут момент в том, как мне кажется, что дело не в местах, а в том, что вы не принимаете сами себя. Вот, если человек не принимает сам себя, то никакие места, к сожалению, ему не поможет. И нигде ему не будет хорошо, вот, нигде ему не будет комфортно, потому что у вас конфликт, получается, с самим собой. Чувствуется, что вам, ну, мало доводится разговаривать, чувствуется, что вы мало говорите, мало разговариваете, вот. Это чувствуется, правда, чувствуется, что вы, ну, достаточно мало вербализовываете то, что чувствуете, вот. Ну, может быть, вы не привыкли просто это делать. Вне зависимости от того, вам действительно нужно разговаривать, вот. И действительно нужно, как мне кажется, искать такой вот, знаете как, своего рода баланс между естественным непринятием чего-то, да? Естественно, непринятием каких-либо ценностей, что, на мой взгляд, является вполне адекватным и нормальным. И непринятием чего-либо, как следствием, да? Например, например, непринятие определенной, вот, определенной группы людей в силу наличия в адресах, да? Вот. Это вот те аспекты, на которые я хотелось бы обратить, обратить вам ваше внимание. Вот. Дальше, значит, почему путаница у вас возникает относительно того, чем заниматься? Потому что здесь ключевой аспект для вас, на мой взгляд, заключается в том, что заниматься вам, в принципе, все равно чем. На данный момент вы, как мне кажется, не верите в то, что сможете реально чего-то достичь. Вы не верите в то, что сможете реально чего-то добиться. Мне так кажется. Поэтому чем заниматься вам, в принципе, сейчас не столь важно. Но если чем-то заниматься, как бы говорите, говорите вы, то у вас обязательно должно это получаться лучше всех. А вот это уже, на мой взгляд, довольно серьезная проблематика. Потому что если вы в процессе занятия чем-то фиксируетесь на том, чтобы у вас что-то получалось лучше всех. То вы ничем, скорее всего, заниматься и не будете. Ну, собственно, вы и не занимаетесь ничем. Понимаете, да? По поводу безопасности, которой вы говорите, что вот сейчас у меня будет, значит, какая-то сумма в банке. И я успокоюсь. Это, как мне кажется, уход. Уход от реальности. Потому что вам все-таки страшно чем-то заниматься. И вы находите вот отговорки. Такого рода. Вот. Это, конечно, довольно грустно, довольно печально, но выглядит это все именно так. Чтобы вы находите отговорки. Вот. Конечно, вы можете что-то потерять. Конечно, вы можете потерять свои вложения. Это правда. Понимаете? Но важно-то не это, а то, куда вы по жизни делите. А то, куда вы по жизни делите, не очень, не очень в данном случае. Понятно. Вот вы говорите. Хотел открыть... Своё дело. Что за дело? Как бы... По поводу чего-то. Дело это, ну, я так... Полагаю. Это вы предлагаете какие-то услуги людям. Далее, вы говорите, что так и живете в Лондоне. Есть ощущение, что не вы, в данном случае, решаетесь за себя. Есть ощущение, что как-будто вы, может быть, ждете, что кто-то решит за вас. Понимаете, как будто вы все время ожидаете каких-то сигналов. Вы ожидаете внешних стимул, чтобы на этот стимул опереться. А правда в том, что отрасланы на себя. Хотите дело, замечательно, что это дело, какие услуги вы можете предложить. То есть, чем вам конкретно хочется, ну что вам хочется предложить людям в данном случае. вот. Понимаете, да? Как бы. А так получается, что какое-то дело хотите, какое дело, ну вот, непонятно, что это, что это, что это за дело вообще. Вот. И нужно ли оно вам, и надо ли оно вам, это дело, вот, ну в смысле, именно вам, именно вам. вот. 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 Понимаете, да? Ну, то же самое касается, в принципе, как мне кажется, всего, вашей жизни. Вот. Это касается девушки, опять же, каким образом вы девушек выбираете, каким образом вы строите отношения, да, и так далее. Вот. Знаете? Вот, то, что вы говорите про девушек, про то, как они относятся, допустим, к вам. На мой взгляд, довольно, довольно интересно и показательно, потому что в психологии есть такой механизм, который называется проекция. Вот. Механизм проекции. Вот. Что такое, в данном случае, механизм проекции? Это, когда вам кажется, что люди думают про вас, то, что вы думаете сами про себя. Вот. Вот. Но сложность заключается в данном случае в том, что себе самому, как думать, вы запрещаете по тем или иным причинам. Вот. Ну, как, я же не могу думать про себя. Плохо я же не могу думать, что я, там, такое-то, такое-то. Вот вы себя коричите от пьяных людей обираете. То есть, есть некоторое непринятие, некоторый блок своих желаний. Вот. Значит, эти желания я, раз их себе принять не могу, да, коль я их себе принять не могу, вот эти свои желания. Вот. Я, я, как бы, наделю этими желаниями других людей. Вот в психологии этот механизм называется проекция. Вот. Вы можете, в принципе, сами про это почитать. Вот. Секрета, в общем и целом, из этого никто не делает. Вот. Вот вся эта информация, так скажем, доступна вот в сети. Поэтому, поэтому, ищите, смотрите, считайте, изучайте, если вам интересно. Ну и, наконец, последнее, да, значит, то, что вам, вот, как-то не хочется выходить никуда. Это понятно. Зачем выходить, все равно ничего не выйдет, ничего не получится. Это, ну, в какой-то степени позиция в данном случае, ну, довольно понятна эта позиция. Но, депрессивное, депрессивное состояние ваше, вот, связано с тем, что вы себя подавляет. То есть, вы что-то чувствуете, вот, вы что-то ощущаете, вы что-то переживаете, но это подавляет. Обмахиваетесь от этого. Понимаете, сам? И это приводит к тому, что вы чувствуете то, что вы называете депрессией, вот. Помышла, то, что вы чувствуете, вы чувствуете. Не можете, вы себе это запрещаете. А то, что нужно чувствовать, вы не можете чувствовать тоже. Потому что это не ваше. Вот, получается, замкнутый такой круг. Можно ли из него выйти? Да, можно. Но вам нужна помощь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.